Девушки отдыхают Это вы меня позвали, госпожа Позвали, чтобы я объяснила тоску, которая охватила вашу душу И сны, которые вам снятся в последнее время Не забывайте, сны есть зеркало Кто-то видит в них свою душу, а кто-то свое будущее Откуда ты все это знаешь? Не знаю, награду это несет или наказание Однако я читаю ответ в сердце человека Расскажите мне, госпожа Все, что вы видели в своих снах Излейте, что скопилось у вас на душе Сначала я услышала голос, от которого ужаснулась Я вышла на балкон посмотреть И Стамбул И дворец Весь мир сгинул Он весь превратился в пепел Небо было затянуто мглой Что-то должно случиться с моими сыновьями и повелителем Это предвестие новой беды? Случится несчастье, госпожа Большая беда Конец света близок О чем это ты, Хатун? Об этом лишь один Аллах знает Смерть человеку представляется его личным концом, госпожа Конец света наступит, если с вами что-то случится И тогда султан Сулейман Хан будет погребен во тьме Ваши сыновья останутся в одиночестве без защиты Вы, госпожа, сейчас правите миром И как только вас не станет, разрушится и весь мир Проклятая старуха, откуда ты только взялась? Что это ты такое говоришь? Ты что, пришла сюда огорчать госпожу? Стража! Немедленно заберите эту женщину и уведите И не пускайте ее в ворота султанского дворца! Живо! Вот проклятая! Педро уже ждет, госпожа Он говорит, что приготовил мазь, как обещал Однако я не думаю, что она поможет Он похож не на лекаря, а скорее на шарлатана Ты так говоришь, будто придворные лекари нашли средства, а я недовольна Педро или кто другой, мне не важно Лишь бы это средство подействовало Пошлите за ним Не нужно Стража! Что это с вами, сеньор? Госпожа Башах из ритляри так приказал Так, будет более пристойно Хатун, как можно скорее наложите мазь Что ты делаешь? А как же иначе я могу лечить Паша? Нельзя Не прикасайся Придумай что-нибудь А как же иначе я могу лечить? А как же иначе я могу лечить? А как же иначе я могу лечить? Повыше Ты уверен, Педро? Как бы это ни было, каким другим заболеванием Паша, из-за того, что другие лекари неверно пытались лечить госпожу Ее болезнь только усилилась Но мое лечение должно ей помочь Лекари, которых ты ругаешь, тебе в отцы годятся, Педро Годы сами по себе опыта не приносят, Паша Опыт приобретается путем изучения и исследований В противном случае старые мулы, которые вращают мельничные жернова Были бы куда умнее ваших лекарей Молись, чтобы твое лекарство помогло В противном случае оставшуюся жизнь будешь гнить в тюрьме Как шарлатан и интриган, Педро Госпожа Рустем Паша Сеньор Педро Госпожа Как Михримах Султан? Мы опробовали мазь, которую он приготовил Теперь ждем результатов Иншаллах, она скоро поправится Я сделаю все, что в моих силах Не беспокойтесь Есть новости от повелителя? Он в Эдирной на отдыхе Однако, насколько мне стало известно Он велел пригласить туда ту еврейскую женщину Кто эта женщина? Зачем она приедет? Грация Мендес Купчиха, которая была пленницей Венеции Ее отпустили по приказу нашего повелителя Подруга правителей и многих уважаемых государственных деятелей Особо влиятельная Михримах Матушка Моя красавица Тебе лучше? Пока никаких изменений нет Надеюсь, что мази сеньора Педро мне помогут Как вы, матушка? Не стоило вам покидать дворец После последних событий Я бы сама приехала Не бойся Как оказалось, то нападение устроила Фатьма Султан Но теперь ее нет И никто уже больше не сможет мне ничего сделать Мои мысли теперь заняты лишь вами Где мой синий наряд, Сюмбюль? Красного тоже нет О, лах, не ведаю, госпожа Наверняка девушки их унесли Ведь вы же долгие годы не носили ничего, кроме этого темного одеяния Что происходит, госпожа? Вы готовитесь к чему-то? Мехримах уже лучше У Селима и Боизета тоже все в полном порядке, инжалам Лакмана и Фахриена, пиши письмо Пусть каждую неделю отчитываются И начинай приготовление В Эдирной отправляемся Как прикажете, госпожа? Я должна быть сейчас рядом с повелителем Никто и ничто не должно вставать между нами Не может встать Наша любовь подвергалась многим испытаниям И каждый раз мы выходили победителями И снова так будет Иншалла, госпожа Конечно же будет В тот день, когда толпа набросилась на вас Повелитель не медля, не минуты бросился вам на помощь Я видел в его глазах, как он боялся вас потерять Я клянусь вам, госпожа Честное слово, госпожа Вам так идет этот наряд Надеюсь, Аллах убережет вас от всех бед Иншалла Что такое, госпожа? Что с вами? Ничего серьезного Наверное, я перенервничала и открылся на рыбе Давайте скорее позовем лекаршу Нет времени, Симбюль Хочу как можно скорее отправиться в путь и встретиться с повелителем Идирно Грустные воспоминания Сколько раз вас сюда ссылали, госпожа Но каждый раз вы возвращались еще сильнее О, Аллах, даже я не помню, сколько раз это было Есть одна сказочная птица, Симбюль В тех краях, где я родилась, ее зовут птица Феникс Вы имеете в виду птицу Симург, госпожа? Разве я могу ее не знать Птица, чьи глаза яркие, словно звезды Она отливает золотом и изумрудом Вы и есть эта птица, госпожа Каждый раз вы, как и она, сгораете И потом вновь восстаете из пепла Сколько раз я умирала И каждый раз заново рождалась Становясь сильнее и ярче Возможно, этот сон был знаком И я должна построить новую жизнь на руинах Должна заново завоевать султана Сулеймана И пшала Как чувствует себя повелитель? Повелителю пошло на пользу пребывание в Адирне, госпожа Я уверен, ему станет еще лучше, когда он увидит вас Рустем Паша говорил мне о некой женщине по имени Грация Мендес Она еще здесь? Дворец короля Фердинанда весь полон цветов Они в комнатах, в коридорах, везде Даже в саду столько цветов не увидишь Я не могла понять, почему так Мне стало интересно Я спросила у прислуги короля Оказывается, во дворце нет Как это вы называете? Отхожего места И чтобы избавиться от запаха, они везде понаставили цветов Представьте, в залах ведутся важные переговоры, заседания А люди вот так нас затыкают А люди вот так нас затыкают Повелитель Хюрем Султан Хазрит Лири Если вы позволите, я представлюсь Я Грация Мендес Я рада познакомиться с легендарной женщиной, о которой говорит вся Европа Что случилось, Хюрем? Почему приехала, не предупредив? С Мехримах, надеюсь, все в порядке? Слава Всевышнему, ей лучше Лекарь Мехмеда Паши ведет успешное лечение Прекрасно Я беспокоилась о вашем здоровье, поэтому и приехала Но я вижу, что с вами все в порядке, хвала небесам С вашего разрешения я пойду отдохну Я ведь только с дороги Повелитель Синьора Мендес Да Госпожа Синьора Мендес Хотела бы с вами увидеться Зови Как прикажете Проходите, синьора Госпожа Вы оказали мне огромную честь тем, что согласились меня принять Я слышала Что повелитель лично вмешался, чтобы помочь вам Султан Сулейман был так великодушен Но всех моих похвал будет мало Ни один из правителей мира не сможет сравниться с ним Предстать Перед вами столь же почетно, сколь оказаться на аудиенции у султана Сулеймана Неужели? Разумеется Столько лет вы стоите рядом с султаном Сулейманом, который правит миром Вы знаете, как говорят Что этим миром управляют мужчины А мужчинами правят женщины Я слышала, вы успешно занимаетесь торговлей Теперь я понимаю, что вы добились успеха лишь благодаря своему острому уму и знаниям Синьора Мендес Повелитель Я приехала сюда, чтобы оставить все позади Большие беды разделили нас с тобой Между нами пропасть В темноте Всегда есть зерна зари, что может положить конец мраку Кажется, так сказал Данте Моя жизнь Смысл моего существования Мой рай Мой нектар Весна Радость Дней моих суть Рисунок, что выгравирован у меня на сердце Моя смеющаяся роза Ты еще помнишь? Эти строки написал ты Это было много лет назад Тридцать лет назад или вчера Разве у любви есть возраст? Может ли стареть любовь, которая так вдохновляла? Это любовь Будет жить в стихах Даже если сердце перестанет биться Она будет бессмертна Бесконечна Пусть годы проходят Пусть между нами разверзаются пропасти Разделяют бури Когда любовь бесконечна Разве Что-то может разлучить нас? Повелитель Синьора Грация Мендес пожаловала Зови Повелитель Госпожа В ваших руках мой подарок Как приятно Я потревожила вас, госпожа Простите меня Я сам пригласил вас Синьора Мендес прошу До меня доходит весть Что положение Карла Все хуже и хуже Султан Сулейман Хазаритлири Ходят упорные слухи Что он собирается Оставить трон Королю Фердинанду И своему сыну Филиппу Я знаю об этом Карл – влиятельный Христианский король Который управляет Довольно крупными владениями Меня крайне удивило Известие о том Что он хочет отказаться От трона Видимо, не так легко Много лет управлять Таким огромным государством Далеко не все Так сильны, как вы Кроме того, он болен Его болезнь называется Подагра И в руки и ноги распухли Он с трудом двигается Говорят, он даже не в состоянии Сесть на лошадь После ухода Карла Судьба Европы изменится Верно Если так пойдет и дальше Земли великой династии Габсбургов Будут разделены Религиозные движения Начало которым положил Лютер Уже многое изменили Ваша сила, которой Ничто не может противостоять В христианском мире Обретет еще большее значение Синьора Мендес Как я вижу, вы очень интересуетесь политикой Это первое правило, которому нужно следовать в мире мужчин, госпожа Нужно иметь представление обо всем, что происходит вокруг нас И, разумеется, прежде всего в политике Нет смысла нам, женщинам, постоянно вести разговоры о политике Подобным мужчинам Это не подобает Мы тоже с повелителем обсуждаем политику Но мы стараемся избегать этих разговоров за трапезой Тогда простите меня Вы уже приняли какое-то решение Относительно меня, повелитель Я мечтаю найти приют Под крылом такого великого государя, как вы Лала Мустафа написал письмо Хюрем Султан, паша Возможно, в Манисе дела не очень хороши Письмо? Почему я только сейчас об этом узнаю? Мехримах Султан болел, а вы были заняты Я приказал немедленно отправить письмо в Эдирна Мехримах Султан сейчас где? В своих покоях, паша Синьор Педро проводит осмотр Как вы и просили Вам дозволено вести торговлю в столице при условии Соблюдения вами всех наших законов Вам предоставят особняк в районе Галата Надеюсь, вы оправдаете наше доверие Мне трудно передать, как я вам благодарна Вы меня счастливили Отныне все мое имущество в вашем распоряжении, Великий Падишах Повелитель Повелитель, с вашего позволения Госпожа, Лала просила это передать вам как можно скорее Аллах Случилось что-нибудь? Шех Зады Пойдут друг против друга Надо что-нибудь предпринять Синьора Мендес тоже сказала, что Карл нездоров Значит, это не слухи Я хочу, чтобы ты все выяснил, Соколу Немедленно свяжись с нашими осведомителями Пусть сообщают нам обо всем Как прикажете, Повелитель? Госпожа Повелитель С вашего разрешения Из Сарухана пришли вести Что пишут? Надеюсь, там все благополучно Мне сообщают, что наш внук Шехзадамурат сейчас болен Письмо привез гонец Возможно, что ситуация серьезная Я не успокоюсь, если сама не увижу внука К тому же Мое пребывание здесь бессмысленно Похоже Что мое присутствие рядом с тобой Не сможет растопить лед между нами Отправляйся в Саруханхера Действительно, так будет лучше Моя госпожа Что с вами? Снова приснился кошмар? Вы совсем себя не жалеете Вы должны как следует выспаться Успи Мне надо скорее добраться до Маниса У вас шея затекла? Не затекла, Сюмбюль У меня резкая боль между плечом и шеей Хорошо, хоть быстро проходит Надо позвать лекаря Пусть осмотрит Не хочу, Сюмбюль Сначала надо до Маниса добраться Да, поможет нам, Аллах Женщина 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 Говорит pouстируйте Говорит После получить пикацию Закро 있는 б사 igen Будь мы Поехали После LET'S Сюмбюль Госпожа, госпожа, что с вами? Сембель, мне трудно дышать от боли. Позовем лекаря, пусть осмотрит. Сембель. Госпожа моя, хватит себя истязать. Ох, давно у вас этот нарыв, госпожа? Давно, где-то с месяц. Вас еще что-нибудь беспокоит? Кроме этой боли ничего. Хотя иногда бывает трудно глотать. Скажи что-нибудь. Извините, госпожа. Я пока не знаю, что сказать. Если боль еще усилится, мы вскроем нарыв, госпожа. Хорошо. Что с нашей госпожой? Говори, Хатон, почему ты молчишь? Думаю, положение очень серьезное. Госпожа заболела неизлечимой болезнью. Эта болезнь настолько страшна, мне никогда не приходилось видеть, чтобы кто-то излечился. У госпожи осталось мало времени. Смерть ее уже близко. ГОВОРИТ ПО-КОЛИТЕЛЬНОМ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Сейчас все выясню Что-нибудь произошло? Госпожа моя, случилась беда Говори, Симбюль Это вернулся наш гонец Шехзаде Бейзет собрал большое войско И собирается напасть на Шехзаде Селима Если это правда, они уже рядом с дворцом в Манисе ГОВОРИТ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы выйдем через калитку в саду Шехзаде В глубине леса есть домик В нем мы переждем, а после этого... Что ты такое говоришь? Мы не будем прятаться, как женщины Ну, Шехзаде Шехзаде Наконец ты пришел Я пришел, как только узнал Чем же вы так сильно могли разозлить Шехзаде Бейзетта? Я не обязан отчитываться Простите меня, Шехзаде Меня лишь интересует причина случившегося Иначе как я смогу помочь? Ты хочешь мне помочь? В таком случае ты должен встретить Шехзаде Останови его! Конечно, я постараюсь Я поговорю с Шехзаде Бейзеттом Но он пришел не один, с ним большое войско Разве он будет меня слушать? Лала Разве не он послал тебя сюда? Ты ближе всех к нему из его людей Если со мной что-то случится То Султан Сулейман в первую очередь спросит с тебя Дорогу! Шехзаде Бейзет Хазритлерик МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Шэх Задэ. Причинять вред людям я не намерен. Шэх Задэ Селим должен выйти. У меня послание. Атмаджа, иди и скажи Шэх Задэ Селиму, если в нем есть хоть капля смелости. Он должен выйти ко мне и поговорить. Как прикажете. Шэх Задэ, еще не поздно. Умоляю, вернемся. Шэх Задэ Байзет Хазратлирий хочет видеть Шэх Задэ Селиму. Он ждет его у ворот. Ты? Что ты наделал, Тугрулбей? Почему ты не помешал ему приехать сюда? Тебе непонятно, что в этой войне не может быть победителей? В этом вина Шэх Задэ Селима, Лала. Ему не следовало покушаться на жизнь Шэх Задэ Байзетта. Это правда? Он подослал лазучицу. Она отравила Шэх Задэ. Я подоспел вовремя, иначе бы он умер. Та женщина призналась. Ее подослали Шэх Задэ Селим и Нурбану Султан. Шэх Задэ Байзетт об этом узнал и решил отомстить. Я не могу поверить. Надо приложить все усилия, чтобы их остановить. Иначе прольется кровь, Тугрулбей. Кровь! Его долго нет. Шэх Задэ. Как бы с Атмаджой чего ни случилось. Шэх Задэ Хазрит Лири. Я узнал, что произошло. Шэх Задэ Селим допустил очень большую ошибку. Но то, что вы сейчас делаете, я считаю, тоже неверно. Вам лучше немедленно вернуться назад. Я не собираюсь этого делать. Сегодня день расплаты за все. Сегодня здесь все решится. Я намерен положить конец этому. Моё терпение небезграничное. О, Аллах, спаси! Что же теперь будет? Папа? Что происходит? Зачем приехал дядя? Неужели он убьет папу? Упаси Аллах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шехзаде Селин! Ты меня не ждал, верно? Что ты задумал бы, Эзет? Пришел развязать войну? Когда в Румелии началось восстание лжемустафы, именно ты оклеветал меня перед повелителем. После этого ты вознамерился завладеть моим имуществом, словно вор. Но и на этом ты не остановился. Ты подослал в мой дворец лазутчицу, подложил ее в мою постель и отравил меня. Теперь ты удивлен? И не знаешь, почему я здесь? О каком отравлении ты говоришь? Тебе лучше сознаться в своей подлости. Ты же мужчина! Не отрицай очевидное! Я не отдавал приказа. И не отдам. Меня отравить хотел ты. Ты подложил мне яд. Бодлый нечистивец. Можешь лгать, сколько тебе вздумается. Если б я хотел тебя убить, я бы лично пришел к тебе, как теперь. Шахзаде! Шахзаде, довольна! Не делайте этого ради Аллаха! Я здесь, Селим! Теперь ты ответишь за свою подлость. О, Аллах! Спаси и сохрани! Бэйзет, последний раз предлагаю. Уходи! Теперь говорить будут нашими чиселем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы собираетесь делать? Хотите поубивать друг друга? Хотите пролить свою кровь еще при жизни повелителя? Кто вы такие? Наследники повелителя мира или разбойники, не знающие чести? Матушка, вы ничего не знаете. Шейхзад Асилим хотел предательски меня убить. Он лжет, мама. Что вы делаете? Вы, сыновья Султана Сулеймана, остыньте! Вы забыли свой долг. Мама? Мама! Мама! Сюмбюль. Госпожа. Вам стало лучше. Я так рад. Что происходит, Али Мехатун? Что со мной? Когда вы увидели, что делают Шейхзаде, вам стало нехорошо. Это все от нервов, от переживаний. Сюмбюль Ага сказал правду. Переживания вас подкосили. К тому же, вы очень плохо питаетесь. Я сейчас же прикажу накрыть стол для госпожи Али Мехатун. Ты можешь идти, если закончила. Вставай. Ничего ей пока не говори. Я приготовлю для вас настой, госпожа. Только не утруждайте себя. Вы должны больше отдыхать. Если с матушкой что-то случится, ты за это ответишь, Селим. Так и знай. Это ты пришел в мой дворец с мечом. Ты являешься причиной всех наших бед. Лучше объясни, зачем ты пытался меня отравить. Шейхзаде, остановитесь, прошу вас. Хюрем Султан еще очень слаба. Будьте милосердны, умоляю. Матушка поправится. Она уже очнулась, Шейхзаде. Ей намного лучше. Почему она упала в обморок? Она утомилась в пути. А когда увидела вас с оружием, силы покинули ее. Простите, мне надо приготовить лекарства. Сембюль, Шейхзаде могут войти. Госпожа, давайте не будем спешить. Вы ведь слышали, что сказал Али Мехатун. Вам нужно отдохнуть, поспать. Не время спать. Если бы не я, неизвестно, что бы случилось. Пусть они войдут. Как прикажете. Мама? Вы очень напугали нас. Матушка, вам уже лучше. Болит что-нибудь? Что я могу сказать таким сыновьям, как вы? Посмотрите на себя. А если бы я не успела? В столицу пришла бы весть о смерти одного из вас. И я бы снова хоронила одного из своих сыновей. Мама, я бы не хотел огорчать вас, но Селим не оставил мне выбора. О чем ты? Сначала он попытался выкрасть золото, отправленное Мехримах. Я старался его образумить. Но он не собирался сознаваться в содеянном. Он подослал ко мне лазучицу. По его приказу, она должна была меня отравить. Селим. Неужели это правда? Все ложь, мама. Это он хотел меня отравить. Не гневи Аллаха, Селим! Ты не только лжешь, но еще и клевещешь на меня. Селим. Выйди за дверь. Мама. Селим! Мама. Субтитры создавал DimaTorzok